Салют пипо, с вами Хьюман и как всегда куточек полезной и вкусной информации для вас. Да, это оно. Ну что друзья, кажется TSMC хочет прыгнуть выше собственной головы и дать возможность производить еще больше центральных процессоров и видеокарт. Посмотрим также еще насколько сильнее выросли продажи графических процессоров, то бишь видеокарт, но под конец рассмотрим, да, тот славно известный Unreal Engine 5. Погнали! Друзья, я напоминаю, что во второй половине этого года и собственно под его конец, топ-3 компании планируют выпустить свои железо, касается видеокарт и центральных процессоров. И да, это NVIDIA, это AMD и это Intel. И если Cine будут применять свои собственные технологии на 7 нанометров, тот же Raptor Lake Intel 13-го поколения, то вот NVIDIA и AMD будут идти немного другим путем. Особенно учитывая, что они будут зависимы от TSMC. Ну, AMD от TSMC, а NVIDIA от TSMC и Samsung. Ну и дабы не слыть голословным, естественно, приведу вам несколько примеров. Ну, в контексте NVIDIA, это центры обработки данных H100 Hopper на 4 нанометра и графические процессоры RTX 4000 на 5 нанометров. Ну, а если же мы с вами ведем речь о AMD, то здесь нас ожидают процессоры AMD APGENO и Ryzen 7000 на базе Zen 4. Ну и естественно, графический процессор Radeon RX 7000 на базе RDNA. Да, они все будут работать на одном и том же технологическом узле. Ну и естественно, Intel. И хоть они камушки делают самостоятельно, все же видеокарточки у них прямая зависимость. Так что не забываем о GPU-шках Intel Arc Alchemic первого поколения. Хотя, собственно, насколько мне известно, второго и третьего тоже. Потому что они также будут базироваться на 6 нанометрах от TSMC. В целом, я вообще это к чему? Ранее нам любили заливать, что там дефицит полупроводников, так далее, так далее. То даже если мы примем это за истину, мы все равно с вами видим, что компания пытается еще больше увеличить количество производства их железа. Тем более, это еще на фоне того, что TSMC чуть ли не всех и каждого обслуживала. А их конкуренты, их оппоненты, естественно, с трудом справились со своими задачами. Ну, не те мощности, не те заказы. По этой причине у TSMC, получается, есть возможность теперь увеличить, скажем так, количество производства, тем самым количество товара у, ну, не конечно, потребителей, скажем так, у фирм. NVIDIA, AMD, Intel, и так далее. То есть увеличение 5 нанометровых пластин на 25%. Имеется в виду количество производства. И это в месяц. То есть со 120 тысяч пластин мы с вами прыгаем на 150. И по данным той же TSMC, все стало это возможно, потому что есть определенные спонсоры и определенные заказчики. Ну, и естественно, это у нас и NVIDIA и AMD. И я напоминаю, что для того, чтобы выпустить RTX 4000 серии для NVIDIA, они вообще авансом платили в несколько частей для TSMC. А значит, мы с вами прогресс уже должны будем наблюдать, когда выйдут у нас Ryzen 7000, Radic 7000, ну и естественно RTX 4000 серии. Но, ребятки, правда, это уже под конец 22 года, либо под начало 23. Далее, друзья, немножечко рекламы, которая, уж извините, но помогает проекту выживать и двигаться далее, особенно в такие тяжелые времена. Если что, тайм-кодики я вам оставил. Итак, речь о сайте и проекте Lime Electronic Commerce. Это достаточно популярная и известная компания майнинг-оборудования, которая находится на рынке более двух лет. И работает с такими популярными брендами асиков, как Antminer S90i, S90 Pro, Innosilicon A10 Pro, Avalon, Vosminer и другие. Данная организация продает более 90 асиков на рынке, и цена тут достаточно демократичная. Однако, не одними асиками они едины. Вы также можете собрать себе фирму при помощи видеокарт. Спектр выбора тут прямо-таки чудовищно широкий. В перечне вы можете найти любые на вкус графические процессоры, как от фирмы AMD, так и от фирмы NVIDIA. И более того, множество фин-партнеров, типа Gigabyte, MSI, Colorful и других. Парочку слов о преимуществах магазина, которых я выделил 8. Самый главный плюс, это однозначно лояльные цены. Ну, здесь сложны эти цены, которые не соответствуют бы опту. Причем, даже если будет заказано немного позиций, что видеокарту асиков. Второе, это практичная транспортировка. Видеокарты отправляются в оригинальных упаковках и дополнительно собираются в защищенных деревянных рамках. Причем, как при обычных отправках карт, так и асиков, и целых ригов и ферм. Третье, это работа под ключ. Вам дистанционно покажут, как работает железо, снимут видеопроцессы, продемонстрируют номерные знаки товара и так далее. Так что вы будете убеждены в том, что все работоспособное будет приносить вам доход. Четвертое, из восьми, это доставка может быть даже к дому. И более того, сумма покупки уже учитывает и таможенное оформление, и налог на импорт. Так что никаких дополнительных оплат ожидать не стоит. Компания сама все растаможет и примет, потому что она находится в разных странах мира. Пятое, это перевозки, которые происходят всего за пару недель, а порой и быстрее. Шестое, это гарантия. То есть при приобретении асика вы обладаете гарантией в один год, а при покупке видеокарты для майнинга, все как и всегда, целых три года. Удобная оплата, это седьмой пункт. Есть вариант, допустим, через тот же USDT, T-Transfer, Bitcoin, Ethereum, Alipay, WeChat Payment, ну и другие. Ну и восьмой, но немаловажный пункт, это положительные отзывы о компании и обратная связь. И не могу сказать о приятных бонусах для покупателей и подписчиков. Если вы подписываетесь на телеграм-канал проекта, то вы получаете 30-долларовый купон. А если вы будете строить фирму из видеокарт, то их доставка окажется вообще полностью бесплатной. Так что заходите к ребяткам в телеграм, подписывайте, прошерстите сайт, ну и приятной вам покупки. Ссылочки в описании. Ну я думаю, кто наблюдателен, тот заметил, что видеокарт становится все больше, а ценники все ниже. Не во всех странах. А повальный интерес к майнингу и его пик уже давненько сошел на нет, если не полностью, но во всяком случае критично. Но давайте опять же, от слов к делу. Недавно опубликованный отчет от проекта Graphics Peak показал, что в 2021 году было поставлено видеокарт на сумму 51,8 миллиардов долларов. И здесь логический вопрос, много это или мало? Ну, если сравнить с 2020 годом, продажи увеличились на 29,5%. Дефицит, да? Или быть может все-таки популярность майнинга и его пик? Цифры ты не обманешь. Ну да, все верно. Это на фоне полупроводников, дефицитов, пандемии, проблемной логистики и заводы то работают, то не работают. Короче говоря, я думаю, вы поняли, но дальше все только интереснее. А далее данный Graphics Peak, который получен от Joe Pedi Research, демонстрирует изменение дохода уже для каждой фирмы. То есть поставки AMD для настольных ПК за квартал выросли на 12,4%. А если мы сравним этот квартал с таким же кварталом, но прошлого года, то рост составит 35,7%. Ну и если же вести речь о NVIDIA, то поставки за квартал увеличились на 0,5%. Вроде бы немного. Зато на 27,7% по сравнению с четвертом кварталом прошлого года. И к слову, NVIDIA и далее доминирует, поедая 77,2% доли всего рынка. И все это наглядно демонстрирует, что AMD, что NVIDIA продали очень много видеокарт в 2021 году. Особенно в четвертом квартале. И особенно AMD. Так что да, выводы напрашиваются сами по себе. Если бы в уравнении не было переменной майнинг, то на полках магазинов были бы видеокарточки в количестве нужным, определенным и по адекватным нормальным ценам. То есть рекомендованным розничным ценам региона. И вообще в целом, во всем этом безобразии, очень интересно даже будет посмотреть, когда выйдут видеокарты от Intel. Ну, непосредственно GPU-шки в десктоп-варианты. Потому что в принципе в ноутбуках уже вышли. Потому что теперь уже не прокатит, типа дефицит видеокарты или полупроводников. Уже все и так очевидно. Ну и пик майнинга, как я уже сказал, уже проходит. Друзья, отдельное вам спасибо за то, что поддерживаете канал спонсорством. Ну, YouTube ввел спонсорство в YouTube. Некоторые ребятки уже туда закинули. Громадное вам спасибо. Ценю, это помогает жить и помогает развивать канал и делать контент на ежедневной основе. Поэтому спасибо вам большое. Спасибо большое также тем ребятам, которые и на патреоне донатят. У кого там, скажем так, европейские карты или так далее. Кто на бусте донатит, у кого не европейские карты и так далее. И за разовые донаты. Все это вижу, все ценю. Вы помогаете дальше работать каждый день. Спасибо. Сейчас я должен был бы сразу вам рассказать за Unreal Engine 5. Но по ходу набирания текста монтажа и так далее пришла новость от Intel. А ее пропустить, к сожалению, я не могу. Для тех, кто вдруг не в курсе. 5 апреля Intel сказала, что она полностью уходит с рынка России, полностью приостанавливает свою работу. Потому что ранее были заявлены только о частичном. То есть технически это последняя западная технологическая фирма, которая уходит из страны. В целом, если вы вдруг не в курсе, то еще в марте, да, Intel приостановила свои поставки. Как в России, так и в Беларусь. Ну и как она объяснила это официально, чтобы свести к минимуму сбои в своих глобальных операциях. Но расклад дел изменился. Здесь у меня есть две цитаты с разных источников. Процитирую одну, покажу еще вторую. В общем, Intel сказала, Intel продолжает вместе с мировым сообществом осуждать войну России против Украины и призывает к скорейшему восстановлению мира. Дальше, по данным Долгоплова, это SEO Unicorn Nest, компания Intel также закрыла свой непосредственно российский офис по научно-исследовательским и опытно-конструкторским работам. Ну а всех работников отправили в отпуск, насколько я знаю, на три месяца. Кажется, там работников было свыше тысячи. Но не будем таить, насколько мне известно, также по другому источнику, что об этих работниках будут заботиться. Тем не менее, более того, уже даже IBM приостановила свои непосредственные поставки. А по данным Reuters, в компании государственных учреждений, в большинствеством используют серверы от IBM, Dell и Hewlett Packard. Такие дела. Ну что, через два года от анонса, компания Epic Games продемонстрировала наконец-то свой движок Unreal Engine 5. И естественно, демонстрация нас происходила на мероприятии State of Unreal. Но что это такое? И с чем его кушать? Давайте разбираться. Ну так вот, обновленный движок содержит ряд улучшений для разработчиков, и в том числе он отличается повышенной производительностью и обновленным пользовательским интерфейсом. Более того, пятый Unreal предлагает технологии, которые разработаны для более фотореалистичных визуальных эффектов. Ну вот к ним, допустим, относится Lumen, то есть полностью динамическое решение для глобального освещения, которое, в свою очередь, предназначено для, внимания, неожиданно, более реалистичного освещения. Ну и второй, это Nanite, которое дает вам возможность создавать игры и впечатления с огромным количеством геометрических деталей. Есть еще и более практичные инструменты, ну, допустим, как возможность разделять части открытого мира. Это очень удобно, потому что командам будет легче работать над областями, то есть независимо друг от друга. И вообще, в целом, ожидается, что эти инструменты, ну, облегчат создание крупномасштабных игр с высокой точностью. К слову, движок Unreal Engine 5, он уже это ступень для загрузки. И его даже CD Projekt Red подтвердила, что использовать его для создания следующего проекта Ведьмака. В то же время, сама Epic Games перевела Fortnite на новый движок еще в декабре прошлого года. И помимо этого, если вы вдруг не в курсе, ранее Epic'и выпустили техническую демоверсию The Matrix Awakens. А на этом State of Unreal представил проект многопользовательского шутера под названием Lyra. Ну, он позволяет обучаться движку и создавать собственные игры на его основе. И дополнительно, во время проведения того же State of Unreal компания Crystal Dynamics анонсировала новую игру Ларки, да, Том Прайтер, которая разрабатывается на базе движка Unreal Engine 5. Увы, но каких-либо подробностей о новом проекте пока что не разглашаются. Тем не менее, разработчики обещают создать кинематографический, приключенческий боевик. Ну, которого, видимо, ожидают так фанаты. Ну что, друзьяшки, на сегодня у меня для вас все. С вами как всегда был Химоны и как всегда, кайфовой вам игры.